Привет, друзья! Я сняла половину этого видео, и моя камера написала мне запись невозможна, и в общем этот файл поврежден. Я пытаюсь понять, проблема в камере или проблема в карте памяти, но в любом случае я снимаю это заново. Привет, друзья! Сегодня я снимаю для вас фавориты декабря 2017 года. У нас уже было видео на прошлой неделе с фаворитами всего 2017 года, но там не было фаворитов декабря. И сейчас я вам про них расскажу. Это средства, которые я попробовала в этом месяце и которые понравились мне в этом месяце. И я очень надеюсь, что моя камера не подведет меня на этот раз. Итак, как всегда, мы начинаем с ухода за кожей. Мне очень понравился вот этот вот гель для умывания, точнее пенка для умывания. Это марка из фолио, и это очищающая пенка с вулканической... с вулканическим пеплом. Вот. Здесь просто нет ни слова по-русски, поэтому я пытаюсь вспомнить, как переводится слово «эш». Сейчас 2 января, и это дается мне с некоторым трудом. Пенка просто супер. Она очень хорошо очищает кожу. На самом деле глубоко, и при этом она ее совершенно не сушит. У меня, как вы знаете, проблемная жирная кожа. Я нуждаюсь в очищении. Плюс я ношу очень много макияжа, поэтому я нуждаюсь в хорошем очищении. И здесь она отлично очищает кожу. То есть, вы знаете, когда вы умываетесь, и вы чувствуете, что кожа очищена на самом деле, вот она прям чистая очень. Это вот в плане очищения, мне кажется, один из самых эффективных гелей для умывания. И при этом он очень мягкий. Совершенно не травмирует, не сушит кожу. Поэтому, если у вас проблемная жирная кожа, не нуждающаяся в очищении, безусловно. Но я думаю, что этот гель подойдет и для нормальной кожи, и для сухой кожи, для любой кожи. В целом, он довольно универсальный. Мне очень нравится эффект. Купить эту марку можно в подружке, и она, насколько я понимаю, не очень дорогая, что большой плюс. В плане ухода за волосами, мне понравились вот эти две крошки. Это шампунь и кондиционер Лист Эворт Покис Шейд. Они направлены на выпрямление волос, и это именно то, что они делают. Шампунь, надо сказать, очень хорошо промывает волосы, в то же время он их не пересушивает. Кондиционер довольно хорошо их увлажняет и питает, но при этом он их не утяжеляет. И оба эти средства помогают в выпрямлении волос. А как вы знаете, я в основном стараюсь волосы держать максимально прямыми. Поэтому эти крошки мне помогают, и они отлично справляются. Ну, то есть, не то, что из серии вы помыли волосы, они моментально вот такие. Нет. Все равно их потом нужно высушить феном, но они очень помогают в процессе выпрямления. То есть, они потом легче выпрямляются, вот что я пытаюсь сказать. Следующая вещь, это... Сейчас уже не... Она немножко более рандомная, но это средства для отбеливания зубов. Это Blanks White Shock, синяя зубная паста и вот это вот средство. Они шли в наборе, вы их можете купить на сайте Blanks. То есть, сначала вы этой синей пастой чистите зубы, потом вы берете вот эту вот крошку, держите ее во рту от 2-3 до 10 минут. И каждый день вы это делаете. И я этим пользуюсь почти 2 месяца, и мои зубы значительно менее желтые. То есть, это средство не дает эффекта силе белоснежных фарфоровых зубов, но на самом деле работает. То есть, я перепробовала разные средства для отбеливания дома, и это единственное, которое на самом деле работает. Мне эти средства были присланы на обзор, я сразу оговорюсь, если для вас это какие-то проблемы. Да, они мне были высланы на обзор, но они на самом деле работают. Я имею в виду... Камон. И... Не белоснежные, но не желтые, как были ранее. Вы помните, какие у меня были зубы, да? Вы помните? Я имею в виду. Вы видите. Так. Окей. А теперь мы переходим к декоративной косметике. И первое. Это мой главный фаворит этого месяца. И это мой новый любимый тональный крем. Это Estee Lauder Double Wear Nude. Оттенок у меня 3N1. И... Да. Estee Lauder это, конечно, не самые бюджетные тональные средства, но... Оно того стоило, безусловно. Оно стоит просто каждые копейки для меня. В целом, для меня покупка этого средства была несколько таким важным моментом, потому что я помню, что когда я была еще совсем ребенком, моя мама пользовалась вот тональным средством Estee Lauder Double Wear. Я помню, как он у нее стоял. И иногда, иногда, когда она носила тональный крем, она носила именно его. И поэтому для меня эта бутылочка вызывает очень такие ностальгические воспоминания. Да. И главное, что она работает. То есть, во-первых, несмотря на то, что это средство, ну, довольно дорогое, скажем прямо, оно очень экономично используется. При том, что я люблю очень плотное покрытие, вы знаете меня. Для меня вот этого средства требуется в два, а то и боль в два раза или еще меньше. Оу. Этого средства мне требуется где-то в два раза меньше, чем обычного тонального крема, для того, чтобы получить то покрытие, которое я хочу. И при этом он не смотрится как маска. То есть, он все равно дает эффект кожи, но при этом он замазывает все, что должно. Он выравнивает тон лица, он вот там замазывает всякие мои прыщики. То есть, он дает отличное покрытие, но при этом он смотрится естественно. В какой-то момент он начинает блестеть на коже, но у меня очень жирная кожа. То есть, вот на мне есть и там всего два тональных крема когда-либо не блестели, но они давали как бы очень плотное покрытие. Поэтому, при том, что есть эффект настоящей кожи, пусть блестит, через какое-то время все равно блестит не сильно. То есть, там часа через 4-5 нужно лицо промахнуть, но не более того, оно как бы не критично для меня. Вот, в общем, любимый тональный крем, безусловно, я им пользуюсь практически каждый день в этом месяце. Я прям в восторге от него. Следующее средство для макияжа лица, которое мне очень понравилось в этом месяце. И как этот тональный крем, вы видели его в моем видео «Собирайте со мной с новой косметикой». Это палетка для контуринга от NYX. Я про нее слышала восторжнейшие отзывы, и она их полностью заслуживает. В ней есть, в принципе, все оттенки, которые вам нужны. Если вы, как и я, например, легко загораете, легко теряете загар, это просто абсолютный мастхэк, потому что здесь есть разные оттенки. То есть, здесь есть вот совершенно белесый такой перламутровый хайлайтер, очень светлый хайлайтер, желтая пудра для вот области вокруг глаз, более темный такой бежевый хайлайтер, очень темный оттенок для контуринга, более светлый оттенок для контуринга, более темный бронзер, более светлый бронзер. Нет, более темный, более светлый. Вот. На мне сейчас вот этот вот бронзер и вот этот оттенок для контуринга, и вот эта вот желтая пудра вокруг глаз. Мне очень нравится все это сочетание, я пользуюсь довольно много. И также эти оттенки очень хороши, например, для макияжа глаз, поэтому вот с утра, когда вы спешите, это очень многофункциональное средство. Хорошо растушевывается, очень пигментированно, и для бюджетного это просто абсолютная находка. Очень-очень во всем советую. Стоит, мне кажется, там тысячу с чем-то, то есть и вы получаете вот все эти оттенки, прям вау. Следующее, что мне понравилось для макияжа лица, это румяна Диваж Velvet Blush. И оттенок номер, он очень мелкий, 8701, я имею в виду, вы можете? 8701, в общем. Сам оттенок просто потрясающий, он очень нейтральный такой розовый, и мне он нравится, например, когда у меня очень темные смокияжи, например, там красные или темные губы, и, соответственно, на лице мне нужно что-то максимально нейтральное, никаких там ярко-розовых, румяных или так персиковых. Мне нужно что-то, что с одной стороны, ну, как бы даст пигмент обратно в щечки, с другой стороны, не будет смотреться слишком ярко. И это идеальные румяна вот для таких случаев. Они смотрятся очень нейтрально, и в целом, например, если вы любите очень нейтральный какой-нибудь такой ноу-мейкап макияж, я думаю, что они вам подойдут. В общем, очень удачный оттенок. Так, дальше, что мне очень понравилось, тушь Vivienne Sabo Cabaret. Это, мне кажется, культовая тушь. Я ее использую в первый раз, и она меня на самом деле впечатлила. Во-первых, очень удобная кисточка, она очень хорошо прокрашивает каждую ресничку, она их удлиняет, она их не склеивает, подкручивает, удлиняет. Просто вот все, что вам нужно, она делает, она просто супер. И она очень-очень-очень-очень бюджетная. Поэтому это была моя любимая тушь, я ей пользовалась практически каждый день. Сейчас, опять же, она на мне. В общем, я в полнейшем восторге от нее. Она на самом деле очень качественная и для бюджета просто вау-вау, супер. Так, теперь губы. И первое, что мне понравилось, это помада Kiko, вот такая вот в виде карандаша для губ, оттенок 07. Это очень светлый розовый цвет. Если вы любите светлые оттенки, это в самый раз. Не очень плотная. Вы ее видели в видео «Собирайся со мной на открытие магазина Подружка». Вот там на мне эта помада, вы можете на нее посмотреть в деле. Она мне очень понравилась. Она светлая, она очень приятная на губах, неплохо держится. И она дает такой эффект бальзама для губ, то есть она, я бы сказала, увлажняющая. Очень-очень приятная на губах, я прям в восторге от нее. Так, дальше мне очень понравилась жидкая помада Victoria's Secret Pure Metal оттенка Spark. Это такой цвет розового золота. Вы ее видели в моем видео «Собирайся со мной с новой косметикой». Я с тех пор ее довольно много носила, потому что мне нравится этот оттенок. Я люблю, что мерцающие и блестящие помады снова вернулись в моду. Я просто не могу нарадоваться. И она заявлена как жидкая помада, а нет, лип-лак, лак для губ. Да. Но она при этом очень-очень плотная, но при этом она совершенно не сушит губы. Она очень приятная, она хорошо держится, не растекается, смотрится просто супер. Поэтому я в полнейшем в восторге. Присмотритесь. Про помады Victoria's Secret никто особо не говорит, но они на самом деле хорошего качества. Стоят там всего тысячу с чем-то и, ну, как бы они классно смотрятся на губах. В общем, это мне очень понравилось. И также мне понравился вот этот вот блеск для губ, тоже Victoria's Secret Metallic Glow 24 Carat. Я имею в виду он золотой. Давно искала золотой блеск для губ. И, вы знаете, он на самом деле очень-очень золотой. Это не просто блестки. Я имею в виду он... Это именно прям золото такое. Я его использовала поверх красной помады в видео с пустыми баночками. Оно уже должно быть на канале. Сейчас он у меня на губах поверх карандаша для губ Avon оттенка Simply Spice и помады Rimmel из линейки Kate Moss оттенка 113. И вот поверх я нанесла этот блеск пальцем, чтобы он был не слишком золотой. И в итоге вот такой эффект. Мне очень нравится. Особенно вот на праздники, мне кажется, просто в самый раз. Я хочу его пробовать как бы один на губах без другой помады. Я вам покажу там в инстаграме или еще где-нибудь. Вот. В общем, вот такой прям 24 карата блеск. Я прям от него в полном восторге. Так. И это то, что мне понравилось в этом месте. Я надеюсь, что вам было интересно. Если да, то палец вверх. Если вы еще не подписаны и вам понравилось, то подписывайтесь на мой канал. Спасибо вам большое за просмотр и отличного дня, друзья. Люблю вас всех. Пока.